Итак, мы продолжаем, продолжаем записывать шахматный компакт. Поскольку мы играем белыми, Кирилл, у нас есть лишние темпы, и мы можем играть так. То есть мы опять покорачиваем эту идею, да? То есть, конь аж три, да? Не-не-не, ну сейчас же пробьют. Ладно, все, быстрее убираем, убрал. Чтобы не пробили. Давай еще раз провоцируем. Ну, просто фигуры, если, ребят, если вы не знали, фигуры на восьмой несут максимальную опасность. Да, они расположены наиболее гармонично. И меньше всего слабостей. Так что мы ждем атаки соперников. Вот считайте то, что мы играем от обороны. То есть мы играем футбол на своей плане поля, автобус, мы поставили автобус. А ты на чёрт! Я русский мауринь. Так, ну вот соперник постепенно накатывает наши пешки. У нас получается такая интересная... Конечно, ходы конями закончились, поэтому придется играть Д3. Да, Дидиен Рогба у нас прибежал в атаку. Да. А ты как-то очень медленно и не уверен. Видимо, что тут в поддержке. Ну, вот. Ну, как ты сейчас станешь, кажется? Кстати, где он сейчас играет? Где он сейчас играет? Дидиен Рогба? В Челси. Так, в Челси. Так, в Челси. Ну что, уходил оттуда? Он вернулся. Так, вот это уже неприятно. Так, вот это уже неприятно. Да, причем совсем. Сейчас Дидиен Рогба, наверное, съедят. Какой Е4. Какой Е4. Какой Е4. Как Барта уже сжается в бой. Приходится. Ради победы команды. Приходится отдавать сильнейших. Афа-а-а-а. Мне кажется, Е4. Афа-а-а. Афа-а-а. Так, ну здесь мы пока держимся. Афа-а-а. Афа-а-а. Афа-а. Афа-а. Афа-а-а. Афа-а-а. Афа-а. Афа-а-а. Афа-а-а. Афа-а. Афа-а. Ну, как думаешь, тебя такая оценка позиций? Минус два с тламита. Все в от Ear. Это выиграет такую позицию классига. Да, но была больше. Черными? Да. А белыми? Белыми, только, если против особо нетрезвого соперника. Так, ну а чё... У черных нету гроз. Ну за ним не угроза звучала. Ну чё, без угроз всё неплохо. Хотя вот я вижу угрозу. Ферзь h7, ладья h1. И чем ладья h1 будет нам угрожать и снизить? Когда король был на f2. Может быть b3? Да надо как-то взрывать центр и ставить мат. Пусть не центр, а ферзив франк. Ну всё, давай. Пол дела сделаем. Может быть c3? А3. А может быть последнюю фигуру подтянуть? Ну какой-нибудь d4? Ну нет, соперник. Так там мат получим? Может и нет, ладно. Ну как мы там мат получим? Я просто не вижу. Там будет взятие-взятие и е3, наверное. Ну е3 ферзь е3. Да, боишь, как бы сейчас е3 не было сразу и мы всё-таки не получили этот самый мат. Хотя, может быть всё нормально. Сейчас е2, ферзь d2. Нет, тут жертву качества, судей ферзь е4, да? Да, так просто довольно неприятно. Не находишь? Ну, я считаю, что слоны примерно настолько же тупые, как ладья на 1. Я считаю, что он мат. Ну ферзь же 1 надо. А наш А, наш 1 пункт держится. Да. Но флаг можно румить. Да, именно так и закончится всё. Разве это не очевидно? Стоп, ну, Никит, надо же... Я вижу шаг на А6, но он пока ничего не давал. Сейчас может уже даёт. После ослабления. Ну, теперь нужно сделать двойной удар на слона и на ладжи. Очень много шагов давай. Это к чему-нибудь приведёт? У нас выбора нет. У нас 32 секунды, вот. Меня это больше напрягает. Меня напрягает мат уже 2. Не знаю, как у тебя. Ну, сейчас король прибежит поближе к нам. Да, сейчас король А4 и шагов нет. Даёт нам шаг все-таки. Даёт дать, даёт нам дать шаг. Один. Король А4 и всё так... А, нет, тут ещё есть СС, пункт С1. Да. Потом, видимо, приходится ферзь Б2. А, вот так почему-то защититься. Нам нужен активный ферзь. Да, мы освободили для... Ой. Пункт Д1 нас забрали. Ой, это очень... Это под ферзя... Это под слона на Б4. Пад, 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 ищем пад. Пад на доске. Ну давай, бей ладью. Жаль. Почти спаслись. Это было близко. Если бы не зимнул бы ферзя в один ход. За задумавшуюся вечно. Это было бы всё неплохо. Ладно, надо выиграть, а то что-то рейтинг падает. Падал бы я заеду. Вон, не так. Барантийс. Вон.